Улица Фрунзе. Одна из центральных артерий столицы. Поток машин здесь беспрерывный. Но осенью больше месяца водителям приходилось объезжать отрезок дороги между Трусбекова и Юнталиева. Здесь подключали к центральной теплотрассе новый многоэтажный дом. Все бы ничего, но для этого асфальтированную дорогу перерыли, а прежний вид не вернули. Она даже больше месяца была закрыта. Сейчас вот изуродовали, видите же, сами брусчатку положили. Зачем? Сейчас трудности в передвижении испытывают и жители новостройки Аккордон. Еще осенью здесь начали проводить центральный водопровод. К нему должны были подключить второстепенные улицы. Но вместо этого сейчас слякать и грязь. Вырытая траншея вдоль всей улицы Харкара разделяет жилмассив Акордона две части. Чтобы перейти на другую сторону, жителям приходится пользоваться вот такими вот самодельными мостиками. Ко всему прочему, на небезопасном пути встречаются и вот такие вот открытые люки. Граждане рады улучшению инфраструктуры, однако прокладка водопровода, считают они, затянулась. Когда узнали, что проводят воду, нашей радости не было предела, так как ощущается дефицит влаги, особенно летом. Необходимую работу начали еще осенью и до сих пор не завершили. Приходится на свой страх и риск ходить по таким мостикам. «Летом могли бы начать работу. Так нет, перед зимой раскопали и оставили. Здесь не то, чтобы на транспорте. Пешком еле пройдешь. На машине приходится объезжать всю новостройку. Всюду слякать или гололедиться». Специалисты же говорят, что работы по восстановлению дорожного полотна возобновятся лишь с потеплением. Согласно стандартам, зимой укладывать асфальт нельзя. Тогда вопрос в другом. Почему эти работы не были отложены до весны? «Эти работы необходимо было завершить в 2014 году, в связи с чем эти работы были начаты. Но в связи с наступлением, скажем так, зимнего периода, работы по укладке асфальта в перекопанных местах были приостановлены до наступления теплого периода». Для проведения соответствующих работ на этих двух участках подрядчикам были выданы ордера. Но уложились ли они в срок, не знают и в самой Ленинской райадминистрации.